Мне предложили управлять Порше, когда мне было 32. Было много страсти, много гордыни. Мы потеряли 90% наших продаж. Когда я вижу талантливых людей, я даю им свою визитку и говорю, будь на связи. Мы занимаемся тем, что вылавливаем идеи людей. Если бы я давал совет себе 30-летнему, я бы сказал, гораздо больше верь в себя, слушай свое нутро. Не бойтесь красть чужие идеи, чьи бы они не были. Мне не нужен один лидер наверху. Мне нужна команда, которая будет с уверенностью говорить и делиться своим мнением. Если у вас все под контролем, значит вы двигаетесь недостаточно быстро. Иногда все идет не по плану, это правда. Прочувствуйте это заранее. Двигайтесь быстро, ошибайтесь быстро. Держать баланс очень сложно, поэтому нужно найти работу, по отношению к которой у тебя есть страсть. Иначе садешь с ума. Сейчас на сцену выйдет легендарный Кевин Гаскал. Кевин Гаскал восправлял более чем 40 компаний за свою карьеру. Он был CEO таких компаний, как Porsche, BMW и Lamborghini. Он поддерживал и развивал массу стартапов, собрав за свою карьеру более чем 5 миллиардов капитала компаний. Он привел к трансформационному росту 14 компаний и сейчас является председателем нескольких развивающихся бизнесов. Недавно одну из его компаний признали лучшим вложением прямых инвестиций года. После того, как под его руководством компания Porsche вырастила в 5 раз свою прибыль, он вошел в топ-40 лидеров Великобритании. Он родился в Манчестере, он занимается альпинизмом, много проводит времени со своим сыном. Покорил два полюса, северный и южный. Он поднимается в горы и проводит много времени со своими близкими. А сейчас он тренируется для гребли на 5000 километров для того, чтобы пересечь Атлантический океан. Я приглашаю на эту сцену Кевина Гаскела. Три проекта у всех на слуху. Какой из них больше всего понравился? Ламборгини, Porsche или BMW? Моим любимым был Porsche, потому что именно там я вырос. Я был очень молод, когда меня попросили стать во главе бизнеса. Я уже проработал в компании 5 лет, и компания попала в большую беду. Тогда, к моему большому удивлению, мне предложили стать CEO. Именно там я научился управлять бизнесом. Мы были в состоянии глубокого кризиса, и нам пришлось принимать много непростых решений. Но также нам нужно было переосмыслить бренд. Так что я многому научился у своей фантастической команды. Было много страсти, много гордыни. Мы не были готовы к тому, что бизнес потерпит неудачу. Так что это был мой любимый период. Porsche это великий бренд. Мне предложили управлять Porsche, когда мне было 32. Почему они предложили это мне? Я работал в этом бизнесе уже 5 лет. Я видел, как компания сбилась с пути. Мы потеряли 90% наших продаж. 9-0. Мы теряли 20% от продаж каждой машины. Среди 31 бренда на рынке по уровню удовлетворенности покупателей, мы занимали 31 место. Так больше не могло продолжаться. И вот, когда кажется, что хуже уже не будет, тебя назначают генеральным директором. Я был так наивен, так зелен, я ничего не знал. Почему позвали именно меня? Потому что никто больше этого бы не сделал. Итак, я собрал свою команду и задал им вопрос, что мы будем делать? Будем ли мы людьми, стоящими у руля этого могучего бренда, когда тот съезжает с дороги? Нет, конечно нет. У нас есть страсть к этому бренду. Мы жили им, мы любим его. Мы можем отыскать причину неудачи. Мы были совершенно разочарованы бездействием совета директоров, который не принимал необходимых решений. Нам пришлось принять очень непростые решения. Через неделю после того, как я стал CEO, я уволил половину персонала. Простите, ребята, у вас больше нет работы. Одна неделя, и полкомпании ушло. Это было отвратительно. Ужасно. Я вернулся в свой новенький сияющий офис, запер двери и выплакал все слезы. Я только что уволил половину своих друзей. Я работал в этой компании пять лет. Я знал их всех. Знал их жен, мужей, детей. И всех их я просто сократил. Мы принимали действительно непростые решения. Мы знали, что этот бизнес нужно изменить в корне. Мы знали, что нужно внедрять инновации. Но сначала нужно было воодушевить людей. Нам нужно было вдохновить команду, чтобы она обрела веру в то, что мы можем создать нечто иное. На моем первом заседании совета директоров, и это правда, на первом заседании мой главный исполнительный директор и финансовый директор дрались на полу. Боже! Да разнимите же их, наконец! А теперь начнем. Теперь будем внедрять инновации. Теперь будем меняться. В итоге мы сами себе задали вопрос, где мы должны быть? Кем мы должны быть? И мы сфокусировались на двух задачах. Задача номер один. У нас имелся трехлетний запас непроданных машин. Трехлетний запас нетронутых машин, простаивающих впустую. Их нужно было продать. Задача номер два. Мы занимали 31 место из 31 по уровню удовлетворенности покупателей. Я спросил команду, на каком месте в этом списке мы должны находиться. Кто-то сказал, мы должны быть в первой половине. Кто-то сказал, в первой пятерке. И потом один парень сказал, Кеф, мы должны быть номер один. Номер один, мы Порше, мы должны быть номер один. И такую задачу мы себе поставили. Мы хотели стать номером один по удовлетворенности покупателей. И Билл сказал, ты сумасшедший. Да мы же на 31 месте. Но даже если мы не намереваемся стать номером один, где нужно остановиться? Большинство ограничений в этом мире люди накладывают на себя сами. Вот я хочу быть там. Но почему там? Зачем останавливаться там? В нашем бизнесе мы говорим, не бойтесь мечтать. Мечтайте, представляйте. Представьте, что все возможно. Что бы вы тогда сделали? Какое сейчас предложение должно было бы быть, чтобы ты пошел CEO в какую-то компанию? Знаешь, теперь я создаю компанию. Так что обычно ко мне обращаются предприниматели и говорят, «Вот у меня есть идея, или небольшая компания, или мы пробиваемся, и у нас проблемы. Можете ли вы нам с этим помочь?» И я провожу несколько дней, знакомясь с человеком поближе, изучая бизнес. И если мне кажется, что я смогу помочь, тогда я буду с ними работать. Обычно речь идет о характере проблемы. На сегодняшний день я работаю в сферах садоводства, технологий, маркетинга, управления данными. Дело в возможностях, человеке и команде. Сейчас я нацелен на те проекты, эффективность которых я мог бы повысить. Какой оптимальный путь для молодого человека с точки зрения последовательности работы в компании, начала собственного бизнеса, и, может быть, возврата снова в компанию, а может быть, какого-то другого? Я считаю, что прежде всего молодежь должна получить какую-то квалификацию. Знаешь, некоторые люди предрасположены к науке, и это прекрасно. Пусть получают свои ученые степени. У других золотые руки, и они могут работать с техникой. И все это хорошо. Но также следует обращать внимание на страсть. Когда я слежу за развитием людей, я обращаю внимание на тех, которые находят свою страсть. У меня страсть к тому-то, и неважно к чему. Как я говорил, одной из сфер моих интересов является садоводство. Парень, управляющий этим бизнесом, буквально увлечен созданием лучших в мире садов. Мы создаем сады, которые стоят по 3 миллиона долларов. Они невероятно красивы. А совсем с другой стороны, я работаю с женщиной-CEO, которая увлечена помощью бизнесам. В частности, тем, которые занимаются управлением данными. Поэтому я ищу страсть. Знаешь, трудные времена случаются у всех. Смотришь на этих людей, а они продолжают идти дальше, несмотря на все трудности. Я ищу именно таких людей. Сейчас я хочу инвестировать в людей. Для разных возрастов молодых людей какая более свойственная работа? Я говорю 20-30, 30-40, 40-50. С твоей точки зрения, что является в этих возрастах главной мотивационной составляющей? Я считаю, что на протяжении всей карьеры мотивация бывает разной. Сначала это интерес. Потом, к 30 годам, у вас уже молодая семья, ипотека, мотивация остается финансовой. В 40 и 50 мы сосредоточены на другом. Тут мы добрались и до меня. На следующей неделе мне будет 60. Я уже ищу другие вызовы, захватывающие. Мне нравится работать с молодежью. Так и сам остаюсь молодым. С течением жизни мотивация меняется. И снова мы возвращаемся к страсти. Я ищу людей, у которых есть страсть в отношении того, чем они занимаются, которым присущ эмоциональный нокаут, который полностью посвящает себя достижению успеха. В чем разница между итальянской и немецкой культурой ведения автомобильного бизнеса? Итальянская это страсть. Страсть, страсть, страсть. Немецкая очень организована. Тоже со страстью, но тихой. Тихой страстью. Все идеально. Итальянцы это громко, громко. Поэтому нам нужно учиться работать с разными культурами. Культура во всем мире очень отличается друг от друга. И в этом все веселье. Очень интересно. Здорово побывать здесь. Я вот первый раз в Украине. Страны разные. И это прекрасно. Интересно. Я учусь. Встречаюсь со многими людьми. Нужно уметь работать с разными культурами. Ведь мы продаем наши бренды по всему миру. Так что нужно уметь соответствовать разным ожиданиям. И вы видите, продукт меняется. Вот на Ближнем Востоке было много интереса к тому, как продукт будет выглядеть. А на Дальнем Востоке прежде всего был интересен статус продукта. А в Соединенном Королевстве, к примеру, хотят быстрые машины. Существуют совершенно разные модели культур. И каждая из них по-своему интересна. Что тебе дает альпинизм в совмещении с основной работой? И если бы у тебя была возможность начать этот процесс раньше, начал бы ты его раньше? Я ходил в экспедиции с 12 лет. И снова-таки, они дают понимание о жизни. Потому что во время экспедиции подъема может случиться плохой день. Иногда это твоя вина, не взял с собой нужное снаряжение, плохо подготовился, что-то забыл. Иногда речь идет о внешних факторах. Например, перемене погоды. Или кто-то из вашей команды подводит вас. И снова, это уроки жизни. Ты учишься справляться с ними. И когда мы в экспедиции, я не стараюсь быть лидером. Я хочу быть в команде, где все являются лидерами. Ты можешь быть проводником. Я буду отвечать за технические вопросы. Кто-то другой за навигацию. Зависит от экспедиции. Более длительные экспедиции, в которых я участвовал, могли длиться по 6-8 недель. В следующем году, к примеру, у меня будет одна длиною в целых 12 недель. Мы знаем, что проживем в этой экспедиции целую жизнь. И как-то нужно поддерживать страсть. Мы пытались сделать это, собирая деньги на благотворительность. Потому что именно так можно поддерживать страсть. Если оглядываться назад, что для тебя больше имеет значение? Твои ошибки или твои подъемы? Я думаю, что моей самой большой проблемой является страх неудачи. Знаешь, бывает, читаешь книги, где очень успешные предприниматели все время думают, кто-то меня вот-вот настигнет. Хотя это далеко от истины. И я именно так себя и чувствую. Каждый день я боюсь, что мы допустим ошибку или все развалится на куски. Лично я очень и очень много работаю. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И иногда что-то идет не так. На своем горьком опыте я понял, ошибка не конец света. Раньше я так и думал, все пропало. За последние 12 месяцев работы на одном из предприятий, где у нас совсем не было денег, люди трижды подходили ко мне и говорили, что бизнесу конец. Но я отвечал, нет, 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 нет. Нам еще далеко до конца. И вот сегодня мы растем. Успехи — это хорошо. Но вы можете забыть о них. А вот на ошибках учатся. И вы понимаете, загубить бизнес не так-то просто. Если вы целенаправлены, допустим, что ты альпинист, может случиться такой день, когда думаешь, все кончено. А на следующий день спрашиваешь себя, а в чем вообще была проблема? Знаешь, мы переживаем это, справляемся с проблемой, продолжаем жить, и все снова счастливы. Так же и с бизнесом. Но уроки извлекаются именно из непростых ситуаций. Не бойтесь красть чужие идеи, чьи бы они ни были. Когда я работал в BMW, мы обратились к Изи Джет. Это авиакомпания Лоукостер. И знаете что? У них отлично налажены процессы, фантастические. Я встретился с CEO и спросил, могу ли я посмотреть их бизнес. Он попросил меня о том же, и я, конечно, согласился. Мы поменялись местами и многому друг у друга научились. Недавно я зарегистрировался в отеле в Берлине. Не знаю, сказал ли Андрей во вступлении, но я играл в рок-группе. Это было круто. Я играл на гитаре. И я зарегистрировался в отеле, и на рецепции были гитары. Я спросил, зачем они здесь? И мне ответили, они здесь просто для гостей. Для гостей? Да, для вас. Я сказал, могу ли я взять себе гитару? Да, конечно, какой у вас номер? И они доставили в мой номер гитару и усилитель. Гитару и усилитель. У меня не хватило смелости всех разбудить, но мне ее доставили. Я спросил, зачем они это сделали? И мне ответили, вниз по улице находится берлинская музыкальная школа. Мне сказали, что к ним приезжают люди со всего мира, студенты, которые хотят попасть в берлинскую музыкальную школу. Они хотели, чтобы они останавливались в этом отеле. И сказали мне, у нас есть любые инструменты, что пожелаете? Скрипку, трубу, гобой. У нас есть все. Именно поэтому все останавливаются у нас. Мы даем им инструменты, а они практикуются. И это прекрасно. Я говорю, какая отличная идея. Три совета себе 30-летнему. Если бы я давал совет себе 30-летнему, я бы сказал, гораздо больше верь в себя. Слушай свое нутро. Слушай его. У меня ушло 20 лет, чтобы понять, что если я к кому-то хорошо отношусь, нужно доверять своему инстинкту. Не стоит метаться от одного к другому, к третьему. Доверяй себе, своим чувствам. Пожалуй, это лучший совет. Я всегда много работал. Был целенаправленным. Я рос в очень бедной семье. И в моей семье все нужно было заработать. То есть у меня была цель быть успешным. Я не знал в чем. Совсем. Но я никогда не сдавался. И самое важное, что я бы посоветовал себе, это будь в себе уверен. Просто будь уверен. И все будет хорошо. И то же самое себе 20-летнего. Если бы я давал совет себе в 20 лет, он был бы таким же. Найди то, к чему у тебя есть страсть. Я сейчас читаю лекции в школах. Работаю с детьми. Ну как с детьми? 16-18-летними. Я им говорю, найдите свою страсть. Следуйте за ней. Потому что, если вы сможете следовать за своей страстью, работа будет даваться вам легко. Если вы делаете что-то, в чем не очень заинтересовано, работа будет сложной. А работать нужно всем. Поэтому следуйте за своей страстью и будьте целенаправлены. Не сдавайтесь просто так. Будьте увлечены. Все то же самое. Какое твое любимое место на Земле? О, это непростой вопрос. Северный полюс был очень особенным. Очень. Это вершина Земли. И никого в радиусе тысяч миль. И это так. Чувствуешь, что ты чего-то достиг. Некоторые горы дарили схожие эмоции. Мое любимое место на Земле, мне кажется, это просто побыть наедине с самим собой. В горах. Просто в тишине. Сидеть, смотреть и наслаждаться. Можно ли сказать, что ты немножко наелся, пересытился общением с людьми? Нет. Знаешь, я вообще интроверт. Я люблю находиться в тишине. Завтра, к примеру, я могу зайти в комнату с пятью сотнями людей, и ты увидишь меня, экстраверта. Но это уже будет шоу. Я знаю, что люди хотят услышать что-то интересное. И я даю им это. Но после, я не хочу идти на вечеринку. Я лучше посижу где-то в тишине, с книгой. В тишине, с книгой и вином. Я такой. Я чувствую себя вполне комфортно, находясь в одиночестве. Мне также нравится быть в команде. Но я не заряжаюсь на вечеринках. Я заряжаюсь именно в тишине. Как построить команду мечты? Как построить команду мечты, когда ты находишься в начале бизнеса, в начале пути? Ищите таланты. Всегда ищите таланты. Когда я вижу талантливых людей, я даю им свою визитку и говорю, будь на связи. Я не знаю, что произойдет, но просто будь на связи. И при постройке команды мечты, как раз важен талант. Не важно. Вот увидите. Если кто-то хорош в языках, он будет отличным связным. Мы можем всех организовать по ролям. Кто-то талантлив в математике, найдем ему место. Кто-то рукастый. Ему тоже найдем должность. Построение команды мечты – это процесс подбора людей, которые смогут друг с другом работать. И я всегда ищу именно таких людей. Как ты считаешь, сколько лидеров должно быть в команде? И как избежать конфликтов между лидерами, если их несколько? Я всегда говорю, создавайте лидеров на каждом уровне. Мне не нужен один лидер наверху. Мне нужна команда, которая будет с уверенностью говорить и делиться своим мнением, делая общий вклад. Если мы обсуждаем вопрос, в котором ты, к примеру, эксперт, значит, ты лидер. О чем-то другом, где ты эксперт, ты лидер, я эксперт, я лидер. Мы постоянно обмениваемся. Насчет конфликта. Обычно у нас их не случается. Я не верю во власть, произрастающую из должности человека. Надпись «Сио на двери» ничего не значит. У меня нет монополии на хорошие идеи. Моя работа не заключается в том, чтобы быть гением. Моя работа — это взращивание гениев. То есть все работают вместе, и уже вместе мы стаем гением, ведь каждый вносит свой вклад. И это намного мощнее. Когда вы даете людям возможность вносить свой вклад, когда даете понять, что вы их слушаете, конфликты исчезают. Наполеон слушал своих генералов, потом удавлялся в комнату и принимал решение, как эту практику можно применить сейчас в бизнесе. Слушай, в какой-то момент кто-то все-таки должен принять решение. И порой нет правильного ответа. Поэтому, конечно, я иногда именно тот, кому платят за принятие ответственности. Но в повседневной жизни, как и в бизнесе, слушайте всю информацию, собирайте ее, выслушайте всех, и только потом принимайте решение. И знаешь, если решение было ошибочным, не бойся признать, что это было неправильно. Давайте сменим тактику. Подождите, это неправильная тропа на эту гору. Мы думали иначе, но давайте спустимся чуть ниже и справим направление. Мы потратим лишний день, но мы туда доберемся. И поэтому одной из самых ценных вещей в бизнес жизни и жизни в принципе, я считаю, признание ошибки. Не бойтесь признавать ошибку. Не будьте слишком высокомерны. Это не важно. Проявите смирение. Я ошибся. Давайте попробуем снова. Как внутри компании построить идеальную коммуникацию между опытными, взрослыми людьми и молодой инициативной командой, которая составляет основу команды. И снова речь идет об общей цели. Давайте выясним, в чем заключается наша цель. Как выглядит этот успех. И в бизнесе мы рисуем картину того, как именно это выглядит. Мы не говорим, что доход будет 10 миллионов долларов, а прибыль 2 миллиона. Мы так не говорим. Мы говорим, что в случае успеха все выглядит таким образом. Вот так мы будем выглядеть. Итак, нас будут видеть люди. И такими будут ощущения, подаренные покупателям. Мы говорим об этом. Это навыки общения. Если мы станем лучше, цифры тоже придут. Но давайте сфокусируемся на том, чтобы стать лучше. Реально стать лучше. Лучше, чем сейчас. И в организации команды нужно быть уверенным, что цель у всех одна. Этого можно достичь во время дискуссий. Недавно я работал на большую компанию, связанную с лодками. Эта компания терпела неудачу. И чтобы изменить ситуацию и сделать ее успешной, мы поговорили со всеми, абсолютно всеми работниками компании, которых было около тысячи, о том, как они видели успех. И мы поняли, каковы наши общие цели. Они хотели производить лучшие лодки на рынке. Это то, чего мы добились. После десятилетнего убытка бизнес вернулся к прибыли всего за полтора года. И все поддержали это. Конечно, у нас были дебаты, разногласия. Но если продолжать говорить «стоп», а это приведет нас к цели, то будет ответ «да» или «нет». Если это «да», то отлично, дерзайте. А если «нет», то давайте снова все обсудим. Все дело в общей цели. Как построить идеальную корпоративную культуру в большой компании? Для построения корпоративной культуры нужно иметь общее видение. Понимать, что каждая частичка коммуникации в этом бизнесе отображает общую культуру. Как CEO я не могу приказать делать одну вещь, а самому заниматься чем-то другим. Это не работает. Убивает всю систему. Нужно быть абсолютно последовательным. Принять решение о том, какой должна быть эта культура, а потом привлечь каждого члена команды в обсуждение этого. Корпоративная культура — это наше скрытое преимущество. Если у нас будет фантастическая корпоративная культура, это поднимет нас выше 90% компаний на рынке, потому что у 90% компаний таковой нет. Мы фокусируемся на создании фантастической корпоративной культуры, будучи очень открытыми, честными, страстными, амбициозными. Мы амбициозны, но амбициозны именно в создании чего-то необычного. И я твердо уверен, что обычные люди могут достичь необычайных результатов. Как локальной компанией построить интернациональный бизнес? Как выйти за пределы своего домика, своих ограничений? Как выйти на другие рынки? Как открыть свое сознание? Выход на внешний рынок — это большой вызов. Разная культура, разная конкуренция, разные законы. Это очень и очень тяжелое испытание. И ключевым является знание местности. Где бы я ни занимался бизнесом, а это 25 компаний в разных странах, нужно нанять местного лидера. Не везите британца в Украину. Не нужно этого делать. Найдите лучших украинцев, которые знают свой рынок. Наймите их и доверяйте им. Если это именно те люди, они скажут, что будет работать, а что нет. Большую роль играет знание местного рынка. Второе — это понимание того, что не все идеи приходят, как в моем случае, из Соединенного Королевства. Вы собираете лучшие идеи со всего мира и используете их для организации своего бизнеса. Точно так же и с выходом в другие страны. Это очень тяжелое испытание. Но мы поступаем таким образом. Задаем вопрос команде, как быстро развить этот бизнес? Не на 3%, не на 30%, а на 300%. И они отвечают, 300%? Да это невозможно. Мы говорим, а давайте сыграем в игру. Представьте, что вы владеете всеми мировыми ресурсами. Люди, капитал, продукты. Без разницы. Все ресурсы. Что тогда сделаете? Я могу предложить все, что угодно? Да, конечно. И потом они начинают говорить, можем сделать то или это. Мы берем эти идеи и начинаем с ними работать. Я хочу, чтобы люди понимали, что вы серьезны. Наши ресурсы не бесконечны. Но в большинстве случаев действия не всегда требуют такого объема ресурсов, как людям свойственно прогнозировать. Проблема в том, что они сразу отказываются от идеи, потому что представляют, что на нее потребуется вот столько-то капитала. Вообще-то мы недавно создали компанию по сбору данных. У нас не было достаточного капитала для маркетинга. Итак, мы сели, посмотрели друг на друга, и там была CEO, очень умная дама. Она сказала, у меня есть идея. Все эти большие компании, им ведь нужен наш продукт для своих же покупателей. Почему бы не использовать их для продвижения нашего продукта на рынок? Таким образом, мы пошли предлагать его банкам, большим маркетинговым компаниям и большим компаниям, занимающимся программным обеспечением. Мы сказали им, возьмите этот продукт и интегрируйте в свой. Можете называть его своим именем, нам без разницы. Им эта идея понравилась. Они получили продукт, мы разделили доход, они дают этот продукт своим 10-20 тысячам покупателей, к которым у нас и близко не было доступа. Таким образом, у нас получился бизнес, который за один год из ничего вырос до позиции номер один на рынке. Никто о нас не знает, но это и не важно. Слава мне не нужна. Я там для создания успешного бизнеса. Дело в разноплановом мышлении, понимании, какими ресурсами по всему миру вы сможете воспользоваться и не следовать одному и тому же пути, по которому идут все остальные. Потому что цена и конкуренция на этом пути огромны. Думайте об умных решениях. Они всегда есть. Знаете, говорят, что все на 5% гении. Минимум на 5% гении. То есть, если бы у меня была четкая картина успеха, то каждые 20 людей, представленных в этой картине, формировали бы одного целого гения. То есть, каждые 20 людей это один гений. То есть, вот один гений, второй гений, третий гений, четвертый. Насчет тебя не уверен. Пятый гений. Знаете, в этом зале у меня есть 8-10 гениев, если бы мы все работали на одну цель. Это то, что мы делаем. Мы даем людям возможность делать свой вклад. Мы даем команде возможность представить свои идеи, свою креативность, мысли, предложения. Мы используем это. Это картина всех наших компаний. Это стена идей. Мы занимаемся тем, что вылавливаем идеи людей. У нас есть план. Есть видение успеха. Все на этой стене. И потом мы просим всю нашу команду поместить свои идеи вот здесь. Вы знаете, как строить лодки лучше? Я вот не знаю. Я вообще в этом не разбираюсь. А вот ты знаешь. И потом мы говорим с командой, делимся идеями и создаем проекты. И чтобы продвинуть бизнес вперед, действительно продвинуть бизнес вперед, мы фокусируемся на главных 25%. Все остальное мишура. Просто больше шума, больше электронных писем. Фокус на главных 25%. Какой возраст для мужчины ты считаешь наиболее продуктивным? Я думаю, он меняется. Ведь есть разные виды продуктивности. Когда я был молод, я был очень энергичен, но не сфокусирован. Была просто энергия. Потом, уже в среднем возрасте, я получил некоторые лидерские навыки. И так у меня появилась возможность помогать командам развиваться. Сейчас, когда я стал еще старше, мой вклад, моя продуктивность заключается в опыте. Я уже 30 лет на должности CEO. Я видел каждую. Ну нет, не каждую, но очень много проблем. Я видел, как они повторялись и повторялись, и повторялись, и повторялись. И я сейчас могу предвидеть эти проблемы. Эй, ребята, будьте осторожны с этим. Смотрите за тем. Не думали ли о таком решении? А это интересно. То есть сейчас моя продуктивность заключается в знаниях. Была энергия, потом фокусировка, а теперь знания. Две компании, BMW и Porsche. Porsche единственный из немецких производителей автомобилей не имеет завода в Китае. Как ты это откомментируешь? Porsche стал частью империи Volkswagen в течение последних 5-10 лет. И по количеству Porsche, который я выпустил, можно сказать, что в строительстве заводов в Китае пока надобности нет. Их производят в Центральной Европе, их производят в Германии, их производят в Америке, в Скандинавии. Если я не ошибаюсь, там тоже производят некоторые машины, запчасти. Потенциально, если модельный ряд будет все-таки расширен, я полагаю, что также возможно расширение на Дальнем Востоке. Но пока такой надобности нет. У них есть различные заводы по производству во всем мире. И сейчас нет надобности производить больше машин. Как ты относишься к дружбе в бизнесе? Может ли бизнес рождаться из дружбы или наоборот? Как раз недавно у меня был очень горький опыт. Я поддержал кое-кого. Друга. Инвестировал в компанию. Пять лет помогал строить бизнес. И сейчас они считают, что могут сами управлять этим бизнесом. Поэтому попросили меня уйти в сторону. Но они хотят, чтобы я сделал это по-дружески и отдал свою долю в капитале. С чего бы мне это делать? Потому что мы друзья. Нет, я бизнесмен. Я помогал вам пять лет. С моей помощью вы создали отличную компанию. А теперь вы хотите, чтобы я отдал свою долю и уходя пожелал вам хорошего дня? Это создает большие препятствия для дружбы. Я считаю неприемлемым отдавать им свою долю. Это несправедливо. Мы построили эту компанию вместе. Да, мы друзья. Но не надейтесь на нашу дружбу, когда просите меня сделать что-то подобное. Таким образом возникает конфликт. И этот опыт научил меня больше никогда не инвестировать в бизнес друзей. Я этого не сделаю. Наступает конфликт эмоций. Были люди, с которыми я работал и которые потом стали друзьями. Но это уже совсем другая история. Работаете с людьми, начинаете дружить. Хорошо. Брать друга и делать из него бизнесмена это не по мне. Я считаю это очень непростая задача. По моему опыту. The same. Что бы ты посоветовал молодым руководителям? Я бы посоветовал, как я уже говорил раньше, будьте увлечены, будьте уверены, идите за своей мечтой. Не слушайте никого, кто говорит, что это невозможно. Возможно. Большинство ограничений в этом мире люди накладывают на себя сами. Как при подъеме на гору. Люди говорят, вот хочу подняться на ту вершину, но. Но что? Если я могу, он может, то и ты можешь. Тренируйся, получи определенные навыки и, как я всегда говорю молодым людям, следуй за своей мечтой, страстью и навыками. У всех есть навыки. У кого-то золотые руки, кто-то хорош в науке, кто-то креативен, кто-то ладит с языками. Мир полон возможностей. Что, по твоему мнению, мешает развитию бизнеса? Внешние условия или внутренние? Кто есть больший враг? Внешние условия либо внутренние? По моему опыту, главным врагом развития незаурядного бизнеса, имеющего действительно амбициозные цели, является страх. Люди боятся выйти за рамки зоны комфорта. Они идут маленькими шажками. Таким, таким, таким. Но нет. Давайте сделаем вот такой шаг. Касательно экономики развивающихся стран. На этой неделе я обсуждал с одним очень влиятельным бизнесменом тему развития некоторых новых рынков. Мы говорили об Индии. У Индии есть очень четкое видение. В плане технологий они совершат скачок. Они не производят ни проводных телефонов, ни чего-то подобного. Они идут сразу к конечной цели. Они будут одной из первых стран мира с транспортировочной технологией Hyperloop. 650 миль в час. Тысяча километров в час, транспортируя людей по земле. Почему моя страна, другие западные страны не делают этого? Потому что мы развиваемся пошагово. Поэтому наибольшее ограничение, которое я вижу, это отсутствие у людей уверенности в дальновидных планах. Поэтому, когда мы создаем новый бизнес, я создал 14 компаний после ухода из BMW, мы смотрим далеко вперед. Потому что чем дальше я смотрю, тем меньше я вижу конкурентов. Потому что большинство людей не смотрят так далеко. А мы говорим, почему бы и нет? Вместо почему мы говорим, почему бы и нет? Почему нет? Кто нас остановит? А потом мы делаем это, и люди, вау! Но это не что-то из ряда вон выходящее. Мы просто не побоялись пойти за этой мечтой. Все не так сложно. Просто сделайте это. Иногда приходится немного отступить при неудачах. Но большинство людей идут отсюда-сюда, а мы можем идти отсюда-сюда. А если не сработают, вернемся обратно. И это меняет картину. Меняет мышление. Люди начинают верить в то, что это возможно. Это то, что мы делаем. Сейчас грядет диджитализация всех процессов. Все оцифровывается, все, что может быть. Огромное количество людей высвободится, они будут безработными. Какой, с твоей точки зрения, главный навык для людей сегодня важен? Я считаю, что диджитализация создаст столько же рабочих мест, сколько и заберет. Профессии будут другими, навыки будут другими, но всегда будет существовать большой спектр возможностей для людей, которые работают руками, у которых есть технические навыки, маркетинговые навыки и так далее. И как раз человечество проходит через это. То есть, диджитализация, по-моему, только создает возможности. Сейчас у меня есть бизнесы, которые развиваются благодаря диджитализации, но включая в работу тех же людей. Это потому, что ты оптимист. Да, я оптимист. Роботы, программы заменят их работу, и они станут не нужны. Необходимость в физическом труде будет всегда. Всегда будут нужны фермеры, строители, сантехники, садовники. То есть, для людей без научной степени всегда найдется другая работа. Но при диджитализации профессии, естественно, поменяются. Наверняка. Но сколько сейчас людей нанимает Амазон? Я сейчас не говорю о том, плохие они работодатели или нет. Я слышал разные истории. Не скажу наверняка. Но они нанимают много людей. Они работают по всему миру и развивают продажи книг, еды, техники. Много чего меняют. Я оптимистичен в плане рабочих мест, но профессии поменяются. Если у вас все под контролем, значит, вы двигаетесь недостаточно быстро. Недостаточно. Вам нужно быть на грани, где все немножко некомфортно. Мы говорим об этом как о реке. Эта река течет туда. Это рынок, технологии, законодательства, конкуренты. Это настоящий мир. Она течет в этом направлении. Если вы туда не спуститесь, ничего не будет. Спуститесь туда, к рынку. Спуститесь по реке. Это прямо как сплав по бурной реке. Как приключения. Если когда-нибудь на выходных вы решите сплавиться по бурной реке, вам проведут инструктаж, прежде чем усадить в лодку. И главный говорит вам, когда я говорю гребите, гребите. И обязательно будет мускулистый парень сзади в обтягивающей майке, который скажет, я скажу, когда грести. Но забудьте, это слишком медленно. В наших бизнесах я не хочу, чтобы кто-то говорил команде, когда грести. Чего мы хотим, так это команду, которая сама знает, когда грести. Наша задача спуститься по реке быстрее остальных. Убедиться, что мы не налетим на камни, не перевернемся, не сядем на мель. Наша задача спуститься по реке быстрее всех остальных. И я не хочу каждый раз говорить, когда грести. Я хочу, чтобы люди сами знали, когда нужно грести. Это и есть наш подход в бизнесе. Мы хотим убедиться в том, что в бизнесе каждый знает, в чем заключается наша цель, что у них есть ответственность за свои действия и возможность грести, когда им это нужно. Таким образом мы двигаемся быстро. Очень быстро. Где ты берешь вдохновение, эмоции и идеи? Быстрый ответ. Быстрый ответ — новые возможности. Мир полон новых возможностей. И я не намерен останавливаться, как я уже сказал минуту назад. Мне будет 60 на следующей неделе. Люди говорят, ну, как насчет пенсии? Какая пенсия? Я не чувствую себя 60-летним и, кажется, не веду себя как человек этого возраста. И даже на секунду об этом не задумывался. У меня в планах создать 20 очередных компаний. Мир же ведь такой невероятный. Как ты считаешь, как лучше всего вдохновлять команду? Как лучше всего имплементировать свои ценности? Лучший способ вдохновить команду — это наличие общего видения успеха. Найти ту самую желаемую цель, которую люди захотят помочь достичь. Сделать это. Не важно что. Стать такими. И чтобы вдохновить и передавать свои ценности, я должен их придерживаться. Нужно постоянно объяснять, почему мы действуем именно так. Почему качество так важно? Генри Форд однажды сказал замечательную вещь. качество — это то, что ты делаешь, когда никто не смотрит. И это именно те качества и ценности, которые я передаю своей команде. Ребята, даже если никто не смотрит, делайте все так же качественно, а вы делаете это прекрасно. И поступая так, культура и ценности трансформируют бизнес. Когда вы доверяете людям эту работу, это меняет компанию. Как ты относишься к теории выжившего? Считаешь ли ты, что ее нужно применять в бизнесе? У меня были разные бизнесы. Один провалился. И провалился он как раз из-за неправильных ценностей. Кто-то тянул деньги из компании, и это убило бизнес. Также были другие бизнесы, где казалось, что все идет хорошо, а потом все рушилось. И приходилось делать шаг назад и переосмысливать, что же пошло не так, что мы можем изменить. В такие моменты мы собираемся и принимаем сложные решения. Можем поменять бизнес-модель, иногда можем поменять и людей. Но мы принимаем эти решения и начинаем сначала. За всю мою карьеру было много бизнесов, которые были вот так близки к провалу. Но в конце концов мы справлялись. И иногда мне удавалось решить эту проблему поговорив с определенными людьми. Я говорю, я в растерянности, у вас есть опыт, я стараюсь изо всех сил, можете мне помочь, дать совет. И они предложат посмотреть на проблему с другой стороны, дать пищу для размышлений. И тогда постепенно удается вернуться на высокий уровень. И я говорю людям, даже если вы думаете, что это очень и очень сложно, вы сможете перевернуть ситуацию, восстановить бизнес. Но не бойтесь просить совета. Всегда есть люди, которые могут дать совет. У нас в культуре часто люди после завершения бизнес-карьеры уходят в политику. Не было ли у тебя таких мыслей или предложений? И почему нет, если не было? Я думаю, это здорово. Когда попадая в политику, они начинают применять навыки, полученные в бизнесе с целью развития страны, областей, народа. Но если они это делают лишь для личной выгоды, это плохо. Я так думаю. Я ожидаю, что люди, преуспевающие в бизнесе, захотят поделиться чем-то, а не забрать что-то себе. Я думаю, что было бы действительно лучше, если бы у политиков был реальный жизненный опыт. В моей стране есть политики, которые всю жизнь занимались только политикой. Они ни копейки не принесли в компанию. не защищали рабочих мест, не переживали за то, что кормят семьи своих сотрудников. Я считаю, что работа в бизнесе дает неоценимый опыт в политике. Говоря обо мне, мне никогда не хотелось стать самому политиком. Я никогда не думал об этом. Я сфокусирован на построении бизнеса, найме людей, изменении их жизней, обеспечивая их хорошей работой. Но если ты идешь в политику ради помощи стране, это отлично. Если ты идешь туда ради личной выгоды, это очень плохо. Вопрос для многих актуален. Как найти нормальный баланс между бизнесом и семьей? О, это тяжело. Женись на хорошей, понимающей женщине. Это очень сложно. Я работаю нереально много. Действительно, очень много. С утра я тренируюсь для своих экспедиций. Рано встаю, два часа тренируюсь, к десяти сажусь за стол и весь день провожу за столом. До десяти вечера стараюсь из-за него встать, но обычно засиживаюсь до одиннадцати. И так каждый день. Вот сегодня, воскресенье, а я на ногах с четырех утра. Такова жизнь. Моя жена, когда я вчера ей сказал, я вообще-то забыл, я только что вернулся с Ближнего Востока и думал, что в воскресенье у меня выходной. А потом посмотрел в календарь и сказал жене, прости, совершенно забыл, завтра ведь нужно лететь в Украину. Она сказала, как обычно. Держать баланс очень сложно. Я считаю, что нужно очень и очень стараться. В моей команде, когда у чего-то ребенка спортивный день в школе, я говорю, иди, иди, просто иди, не переживай, бизнес не убежит. Проведи время с семьей, ведь дети так быстро растут. Такое лучше не пропускать. У меня нет точного ответа. Моя жизнь слишком насыщена работой. Хотя я и пытаюсь это изменить, иногда это даже ненадолго получается, но иногда нет. Баланс — это нелегко. Поэтому нужно найти работу, по отношению к которой у тебя есть страсть. Иначе сойдешь с ума. Многие молодые люди считают, что вот сразу после начала карьеры надо работать, 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 зарабатывать деньги, а потом оставить время на здоровье, на семью, на воспитание детей. Как им помочь настроить, чтобы получить более правильное решение в 30 плюс-минус 5 лет? Нет, это невозможно отложить. Дети растут, жена стареет. Этого не отменить. Ведь нам отведено немного времени. Всего ничего. Ведь по ощущениям, свою первую работу я начал минут пять назад. Пять минут. Такое вот ощущение. А сейчас я уже близок к завершению карьеры. Поэтому не откладывайте. Вам нужно понять, что мы живем, и частью жизни является работа. Мы не работаем жизнь, и часть из нее проживаем. Нужно сформировать баланс. Я сказал, что у меня самого не получается. Но я стараюсь изо всех сил. Стараюсь проживать жизнь, проводить время с женой и детьми, брать выходные, иногда даже просто закрыться, забыть о телефоне. Ведь самое большое зло сейчас — это телефоны. все в них постоянно таращатся. Самолет приземлился сегодня с утра, в воскресенье. Люди повключали свои телефоны. Я только вышел из телефона, а все в них тут же уткнулись. Мы летели три часа. Что там такого важного? Что нужно срочно проверять каждые пять минут? А потом я уже включил свой, когда садились в машину. В чем смысл? Как ты думаешь, какое самое позитивное воспоминание твоего сына из его детства, связанное с тобой? Я думаю, что самым ярким воспоминанием моего сына был день, когда мы добрались вместе до Северного полюса. Нет, до Южного полюса. Сначала был Южный. И день, когда мы добрались до Южного полюса, был очень особенным для него. Это было тяжелое путешествие. Мы очень сильно замерзли. Когда мы добрались до полюса, меня сразу же отвезли в больницу. Я себе обморозил трахею. Это было очень, очень тяжелое путешествие. Но воспоминания остались классные. И он дал мне книгу. Книгу с особенными фотографиями И книжка называлась «Спасибо за воспоминания» Это тронуло меня просто до глубины души Это что касается сына Насчет дочки, она всегда хотела научиться ходить под парусом В этом году впервые Ее муж не хотел, а она, кстати, замужем Я ей сказал, что поплыву с ней Так мы с ней отправились в Хорватию на 10 дней И мы просто плавали с капитаном Просто, чтобы научиться правильно ходить под парусом Это было особенное время Она ведь замужем, живет отдельно уже 4 или 5 лет И это было время для нашего воссоединения Она сказала, что это было просто прекрасно, Кеф Она зовет меня Кеф Это было просто прекрасно Проведение таких особенных дней в каком-то необычном месте Очень важно для отношений Это южный полюс На 360 градусов сплошная равнина Очень и очень холодно В самый холодный день минус 60 градусов 6-0 Невероятно холодно Очень сложно ориентироваться Не на что ориентироваться Находишь азимут с помощью GPS И так продолжаешь путь Иногда мы останавливаемся, чтобы поесть Каждый час мы останавливаемся, чтобы подкрепиться и снова идем Команда идет сплошной колонной Я позади Достаю свою камеру, фотографирую Потом подъезжаю к ним ближе и занимаю свое место в колонне За это время ребята прошли расстояние длиной в эту комнату Они на 50 метров впереди меня Но кто же их проводник? Я Слежу за ними сзади Потому что они не смогут увидеть, смещаются ли они вправо или влево Они просто идут А вот мне сзади все видно И я могу их подкорректировать В бизнесе все точно так же Когда вы указываете команде путь Отпустите их Пусть они идут А если они свернут с пути Просто немного поправьте их Пусть команда идет Речь идет о создании лидеров на каждом уровне И знаете что? Иногда все идет не по плану Это правда Но прочувствуйте это заранее Двигайтесь быстро Ошибайтесь быстро Учитесь быстро Прочувствуйте это заранее Отступите Измените направление Снова продолжайте Это не конец света Вы будете ошибаться Фокус в том, чтобы людей вовлекать, а не запугивать Когда что-то не так Мы спокойно беседуем Чтобы прояснить ситуацию А когда все по плану Мы громко дискутируем Чтобы вовлечь людей Идея вышесказанного в том Чтобы спровоцировать команду Выдать креативность Их энергию Их идеи Поэтому если что-то идет не так И я шумлю Они говорят Хорошо, Кеф В следующий раз сделаешь сам Нет, нет Если что-то идет не так Только спокойная беседа Давайте научимся чему-то А потом продолжим Так мы вовлекаем людей И таким образом Мы создаем команду чемпионов Люди чувствуют себя чемпионами Люди вдохновлены Они поучаствовали в создании чего-то необычного Они построили замечательный бизнес Они могут посмотреть на результат И сказать Посмотрите на наше творение На своем опыте я понял Что если я как лидер верю Если вы как лидеры верите Вы можете вдохновить команду Если дадите ей возможность Вносить свой вклад А если вы даете людям Возможность вносить свой вклад Цель будет достигнута Именно таким образом Мы создали множество бизнесов Мирового класса И продолжаем это делать Я желаю вам наилучших успехов В создании ваших бизнесов Мирового класса Как ты думаешь Какая самая большая ошибка Которую ты совершил В процессе воспитания сына Самой большой ошибкой Воспитании сына Я считаю Недостаточное количество времени Проведенное вместе Ему требовалось больше времени Которого у меня не было И я не смог дать ему это Есть еще одна вещь Которая сейчас более актуальна Это попытка навязать Мои мечты ему Думая, что таким образом Я ему помогаю Сейчас он хочет Водить экспедиции А я ему говорю Ты можешь основать компанию Которая будет заниматься Тем-то и тем-то Или делать то-то и то-то И ему понадобилось Три месяца, чтобы сказать мне Кеф, я не хочу руководить компанией Я хочу руководить экспедициями Я часто навязываю ему свои идеи Просто из-за заинтересованности И он говорит Это не то, чем он хочет заниматься То есть нужно быть осторожным С тем, чтобы не навязывать Свои мечты своим детям Спасибо Спасибо Завтра ты будешь лучшим Лучшим Я попробую Я уверен Как ты думаешь, что роль женщины В твоей успехе? Ты говорила ее несколько раз Моя женщина? Я познакомился со своей женой Когда мне было 18 Она моя первая девушка И буквально вчера Да не услышат меня девушки Я был занят вчера Я хотел посмотреть матч по регби с моим зятем Мужем моей дочери И думал, как хорошо, что завтра воскресенье Выходной А в понедельник в Киев Я так думал А когда в 7 часов вечера пришел домой И посмотрел на календарь Я понял, что лечу завтра Ничего не было готово Вещи не собраны Большинство женщин просто взорвались бы А моя жена взяла и сказала Хорошо, чем могу помочь Она моя правая рука и левая рука Она была фармацевтом Потом она завязалась этим Разлюбила фармацевтику А сейчас Сейчас она сделала небольшое портфолио Из раз, два, три, четыре Четырех домов Которые она сдает для отдыха Она занимается строительством недвижимости Потом мы продаем их Они все расположены на побережье Она там провела две недели Занимаясь оформлением интерьера Ну и всяким таким Я бы никогда этим не занимался Так что она мне и в этом помогает Я думаю, что это был лучший спикер На этой конференции Кевин Гаскел Сео BMW, Porsche, Lamborghini И еще многих-многих других компаний И он поделился с нами Своими бесценными знаниями Хорошо, спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!